Добрый день! Меня зовут Андрей Лебедев, и сегодня у нас проходит вебинар, связанный с параметризацией ресурсных спецификаций и использования многовариантных ресурсных спецификаций. Что имеется в виду и для чего вообще это существует? Если вы работали с ресурсными спецификациями, давайте я переключусь на программу. Забыл сказать, если у вас появляются какие-то вопросы, вы их, пожалуйста, пишите в чат, я периодически буду смотреть, и в любом случае в конце мы по всем вопросам пробежимся. Так, ну что, значит, если вы работали с ресурсными спецификациями, вы наверняка видели вот такую вот вещь. У нас ресурсная спецификация может создаваться на одну номенклатурную позицию, она может создаваться на список номенклатуры, ну, со списком номенклатуры все достаточно просто. Вы просто в рамках одной ресурсной спецификации выпускаете несколько позиций, и здесь тонкость только одна. Одна позиция, она обязательно должна быть основной. Вот, ну, здесь вы видите по вот этой жирной, значит, уже видно какая, ну, давайте я добавлю что-нибудь. Вот, ну и, соответственно, с этим система и будет запускать процесс планирования. Значит, вот к этому моменту мы еще с вами вернемся. Вот, сейчас мы поговорим немного о другом. Значит, вот номенклатура, вид номенклатуры. Естественно, самый простой вариант, самая простая ситуация, когда вы создаете какую-то ресурсную спецификацию на одну номенклатурную позицию. Но и здесь есть определенные тонкости. Что я имею в виду? Значит, давайте мы с вами перейдем в номенклатуру. И я создам какую-то номенклатуру. Ну, создам для нее новый вид номенклатуры. Она будет называться продукция с характеристиками. характеристиками. Ну и, значит, характеристики будут, предположим, общие для этого вида номенклатуры. И вот, если мы здесь создадим, значит, какую-нибудь продукцию 001, единица хранения штука. И если мы потом попробуем использовать ресурсную спецификацию для создания вот этой вот продукции. Давайте я ее сюда поставлю. Вот. Вы увидите, что я, поскольку эта номенклатура предполагает характеристику, я могу явным образом вот здесь эту самую характеристику задать. Могу ее не задавать, и тогда, если вы присмотритесь, здесь будет указана любая характеристика. То есть, разные характеристики, а ресурсная спецификация одна. Вот вам первая многовариантность. И второй момент. Это ситуация, когда мы выбираем вид номенклатуры. И здесь, как вы видите, да, мы задаем только вид номенклатуры. А сама номенклатура и сама характеристика, они могут быть любыми. И к чему это нас приводит? Это нас приводит к тому, что непонятно становится, чем тогда они вообще друг от друга отличаются, если все материальные затраты на вот эту вот продукцию одни и те же. И для решения вот этой вот проблемы, связанной с многовариантностью, существует в системе такая вещь, как параметризация ресурсной спецификации. То есть, ресурсная спецификация у вас одна. Но, когда вы будете выпускать какую-то продукцию, система посмотрит на какие-то параметры этой продукции и в соответствии с этими параметрами определит, чего и сколько продукции надо использовать. Как это работает? В принципе, вот здесь, в материалах о работах, существуют две кнопки, которые как раз нас и должны интересовать. Кнопка «Автовыбор» и кнопка «Расчет по формуле». Ну, давайте я там что-нибудь добавлю. Кнопка «Расчет по формуле», которая позволяет задать не только, собственно, расчет, но и сам факт того, будет что-либо выпускаться или не будет. Значит, для того, чтобы продемонстрировать вам, как это будет работать, давайте мы с вами создадим соответствующую номенклатуру. Значит, она у нас будет называться «Вид номенклатуры». «Вид номенклатуры» у нас будет называться «Мебель» с характеристиками, с характеристиками. И так, давайте я включу характеристики индивидуальные для номенклатуры, и вот здесь у нас начинаются тонкости, которые мы сейчас с вами будем разбирать. Но прежде чем мы с вами разберем, давайте мы создадим то, из чего, собственно, вот эта вот мебель будет собираться. Собираться она у нас будет из чего? «Вид номенклатуры». Значит, я создам новый вид номенклатуры. К сожалению, это никак не обойдешь. Какое, которое будет называться, ну, давайте назовем это доска мебельная. Мебельная. Измеряться вот эта вот доска мебельная у нас будет в квадратных метрах. Так. Записать и закрыть. Значит, создаем. Доска мебельная. Что нам еще потребуется? У нас еще потребуются краски. Значит, создаю новый вид номенклатуры краски, и вот здесь будет немножко посложнее. Краски. У краски будет характеристика. Нет, характеристики у краски не будет. Значит, вместо характеристики мы с вами зададим параметр. Значит, у краски будет какой параметр? Цвет. Для чего нам это нужно? Вот мы задали параметр цвет, и потом мы будем делать, скажем, шкаф красный, и мы укажем, что надо будет использовать красную краску. Значит, будет у нас шкаф зеленый. Значит, будем использовать зеленую краску. Давайте я, значит, добавлю реквизит. Вот здесь у меня есть такая возможность. Значит, я добавляю новый реквизит. Он будет называться цвет. В качестве реквизита мы можем использовать какие-то, значит, дополнительные параметры, какие-то существующие типы данных, но мы используем дополнительное значение. Что это значит? Это значит, что мы перечень этих значений создаем сами. Красный, зеленый. Ну, хватит нам этих двух. Записать и закрыть. Значит, появился реквизит цвет, и что нам это дает? Значит, мы можем создать краску красную. Ну, предположим, она будет у нас в литрах. Так. И мы для краски можем задать дополнительный реквизит красный. То есть, мы системе объясняем, что это именно красная краска. Так. Записали. И, значит, точно так же мы задаем зеленую. Зеленая. Так. И реквизит здесь зеленая. Вот. И, значит, мы с вами сейчас зададим еще один вид номенклатуры, который будет называться семикаты, и называться красным. Характеристей здесь не будет. И я здесь создам лак мебельный. Так. Значит, у нас шкаф, да, вот эта самая мебель. Она в ходе производства будет использовать вот эту самую доску. Она в ходе производства будет использовать краску. И она в ходе производства может будет, а может не будет, использовать лак. Как это можно объяснить системе? Так. Давайте я посмотрю. Нет ли каких-то вопросов? Так. Ну, вопросов пока нет, да? Так. Как это можно использовать в системе? Для этого нам надо будет в вид номенклатуры ввести дополнительные реквизиты. Какие нам реквизиты потребуются? Ну, во-первых, для того, чтобы понять, сколько нам потребуется лака, нам нужно понять размерность вот этой самой мебели. лака. То есть нам потребуется новый реквизит, который будет называться длина. В скоках давайте пометим PR, то есть для производства, потому что реквизит длина там вообще типовой существует. Так. И это у нас будет число. Так. Это у нас будет число. Ну, давайте поставим точность 2. Ну, здесь хватит 5, не отрицательно. Так. Значит. Мы сделаем. Так. Что такое? Мы добавим реквизит ширина. Так. Так. Пять. Два. Так. Ширина тоже PR. И мы добавим реквизит высота. Это у нас тоже будет число. Пять. Два. Вот. Это у нас реквизиты собственной номенклатуры. Но у нас будут еще реквизиты характеристика. Реквизиты какие? Цвет и лак. При этом у нас реквизит цвет, значит, будет не новым, а из другого набора. Мы уже этот реквизит создали. Значит. Сейчас. Вот здесь. То есть, мы так и будем использовать этот реквизит. Тут важно взять именно тот же самый, который мы сделали в материале. И добавим новый реквизит, который будет называться лак. И этот реквизит у нас будет носить такой вот тип данных, тип данных булева. Причем. Вот это тоже один из моментов, связанных с тематикой нашего вебинара. Давайте я сюда еще добавлю новый реквизит тип изделия. Ну и сюда я добавлю, скажем, шкаф. И добавить стол. Так вот. Значит. Мы вот эти вот созданные реквизиты можем использовать для чего? Мы можем использовать для того, чтобы на их основе сформировать, автоматически сформировать наименование характеристики и номенклатуры. Это, кстати говоря, один из способов борьбы с задвоением номенклатуры. Значит. Для того, чтобы этот механизм работал, давайте мы сделаем следующее. Так. Видим. Шаблон наименований. Значит. Как у нас будет формироваться номенклатура? Значит. Мы можем, используя... Мы можем, используя вот это вот типовое рабочее место, редактирование формулы, с которым мы сегодня еще будем работать, мы можем задать какое-то правило формирования вот этого самого наименования. То есть, как оно будет из кусочков собираться. Значит. Здесь, в левом верхнем окошке, это то, что мы можем использовать в качестве исходных данных. И здесь то, что мы можем с этими данными делать. А внизу итоговая формула. Значит. Мы с вами сделаем что? У нас правило вот такое будет. Значит. Тип изделия. Так. Плюс. Пробел. Плюс. Длина. Ширина. И высота. Так. Значит. Надо тут правильно сформировать. это все. Тут вот я ставлю звездочку. Так. И здесь то же самое. То есть, итоговое наименование у нас будет сформировано вот по этому правилу. Правило мы должны проверить. Формуле ошибок нет. Значит. Ну, вот обратите внимание. Если бы я сейчас плюсик убрал, программа ругнется. Видите? Формула обнаружена ошибка. Значит. Сохранить и закрыть. И, значит, запретить редактирование рабочего наименования. То есть, мы не можем наименование задать вручную. Мы можем только его задать нажатием на соответствие. Ну, я позвонил. Она сказала. Ну, все. Надо по всем вопросам. Давайте я вам покажу. А чего вы досмотрите? Я вот включиться не могу. Сыть не могу. Так. Прошу прощения. Большая просьба выключить на микрофон. Я бы все равно запись отойдет. Вы с луканки не поправите? Потому что он считается. Нет смысла даже это сказать. Так. Раз уж зашел сюда. Вопросов пока нету. Переходим назад. Так. И задаем механизм формирования характеристики. Ну, тоже у нас будет другое. Значит, характеристика номенклатуры у нас будет создаваться так. Так. Цвет. Плюс. Дальше. Ну, чтобы не лакированный. И добавляем значение. Проверяем. Все правильно. Сохранить и закрыть. Значит, вот я сейчас вот этот механизм создания наименований вам показал. А теперь давайте мы с вами посмотрим, как это работает при создании номенклатурных позиций. Значит, сразу показываем реквизиты. Ну, предположим, у нас тип изделия шкаф. Ну, и давайте длина там, скажем, полтора метра. Ширина, скажем, метр. И высота два метра. Ну, условно, кстати говоря, здесь правильнее бы было говорить. Ширина, глубина, высота. Ну, не будем сейчас продираться. Единица хранения штука. И смотрим, да, видите, мы не можем забить тут какое-то рабочее наименование. Редактировать наименование нельзя. Ну, мы можем вот так вот нажать. Видите? У нас наименование номенклатуры создалось автоматически в соответствии с значениями реквизитов. И характеристики. Давайте мы с вами создадим характеристики. Здесь тоже самое. Мы должны задать цвет. И мы должны поставить лак. Да. Пробуем. Красный, лакированный, да. Если бы вот тут галочка не стояла, то, соответственно, красный, лакированный, нет. Вот. Ну, тут надо запятую, конечно, было поставить. Вот. Значит, вот вам создание номенклатуры и характеристики по значению дополнительных реквизитов. Значит, как мы то, что я сейчас понасоздавал, можем использовать при создании ресурсной спецификации. То есть, ну, вы понимаете, что здесь может быть не только шкаф полтора на один, на два, да. Он может быть не только красным, но как это все впихнуть в одну ресурсную спецификацию. Давайте мы попробуем ее сделать. Мы создаем ресурсную спецификацию на изготовление. Давайте попробуем использовать вид номенклатуры. Так. Мебель с характеристиками. Одна штука. Не будем мудрить. Одна штука. Значит, наименование. Ну, давайте я вот так и поименую. И теперь смотрите, что у нас здесь должно использоваться. Так, а я доски-то создал. Так, доска мебельная. Создал. Значит, во-первых, у нас здесь должна быть доска мебельная. Вопрос, сколько у нас ее должно быть. Поскольку у нас разное количество, разные размеры могут быть. Соответственно, и доске может потребоваться разное количество. То есть, вот это мы должны рассчитать. Давайте попробуем это сделать. Похожее сейчас вы увидите рабочее место. Еще раз напоминаю. Здесь есть то, что мы используем в качестве исходных данных. Здесь есть какие-то функции. И в итоге, значит, здесь есть то, что мы можем с вами использовать. Значит, как мы это можем посчитать? Ну, да, вспоминаем формулу куба. Длина на ширину, на высоту. И, соответственно, мы вот это с вами рассчитываем. Общее количество досок. Ну, можем там, значит, на практике, на какой-то поправочный коэффициент поправить. Вот. Все. Больше здесь ничего не нужно. Значит, все хорошо работает. Сохранить настройку. Значит, соответственно, количество вы здесь видите по формуле. Добавляем. Краска. Краска красная или краска зеленая. Здесь мы можем пойти каким путем. Расчет по формуле. Значит, ну, здесь количество мы с вами вводим опять формулу. Ну, хотя у нас уже используется вот это вот, да. Первая строка в материалах и услугах. Количество. Ну, вот мы, соответственно, это умножаем, скажем, сколько нам потребуется краски на один квадратный метр. Ну, предположим, 100 грамм. Ну, вот у нас и получится нужное количество. Да. Так. Здесь вот в чем ошибка. Точка должна быть. Так. Сохранить настройку. Краска зеленая. Расчет. Расчет, в общем, тот же самый. Множить на 0,1. Так. Сохранить и закрыть. Вот. Значит. Сохранить настройку. Значит. Но. Вот то, что я ввел сейчас. У нас получается, что у нас получается, вот, что мы используем, используем, и красную, и зеленую краску. Как это можно обойти? Ну, смотрите. Вообще говоря, здесь существует такое понятие, как автовыбор. Вот. Вот. Но. Сейчас. Мы. Значит. Вот этот вот автовыбор использовать не можем. Почему? Потому что характеристик здесь нету. Давайте. Вот. Вот. Для того, чтобы мы могли напрямую привязать краску к конкретной номенклатурной позиции, в номенклатурной позиции должен быть соответствующий реквизит. Вот. Сейчас этого нет. Вот. Но. Мы можем пойти каким путем? Мы можем опять использовать вот этот вот расчет по формуле, и использовать верхнюю табличную часть. Значит. Указать, что, значит, вот это вот будет использоваться только в том случае, если цвет равен красному. А здесь, соответственно, мы поставим, что цвет краски равна зеленому. Вот. Сохранить на строку. Вот. Ну и последнее, что мы добавим, мы добавим лак. Так. Давайте все-таки тот, который наш, возьмем. лак мебельный. Считаться он будет, ну, например, по... умножить на 0,2. Так. Точка. Так. И использоваться он будет только в том случае, если стоит соответствующая галактика. И, если, ну, скажем, мы могли бы создать вид работ лакировка, и она будет использоваться только в том случае, если стоит соответствующая галактика. галактика. Чтобы продемонстрировать, как это работает, добавим этап. Укажем какое-то подразделение. Сейчас что-нибудь найду. Ну, вот это. Длительность один день. Больше, в общем-то, нам ничего не нужно. И давайте... А, да. Значит. Вот это вот не указал. Действительно. Так. Материалы основные. Материалы основные. Материалы основные. Материалы основные. Давайте попробуем посмотреть, как это работает. Создадим заказ на производство. Создать. Ну, организацию какую-нибудь. Подразделение. Диспетчер. То же самое. Цех 99. Продукция. Добавим. Шкаф. Да. Характеристика. Красный лакированный. Да. Количество одна штука. К производству. Так. Получатель. Ну, существенно. Основной склад. Так. Производству. И. Создадим. Еще. Один. Заказ. Ну, здесь изменим. Значит. У нас. Уместо красного. Лакированного. Будет. Зеленый. Нелакированный. Зеленый. Нелакированный. Нет. Вот. Все. Так. Значит. Что мы делаем. И. Давайте. Теперь. Идем. В. Управление. Очерью. Заказов. Значит. Здесь. Поставим. Соответствующий. Диспетчер. Вот. Два наших. Заказа. Формируем. Этап. Смотрим. Что сформировалось. Смотрим. Обеспечение. Ну. Вот. Смотрите. Используем. Доску мебельную. Расчет. Проведен. Три квадратных метра. Получилось. Соответственно. Ноль. Три литра. Красной краски. Ноль. Целых. Шесть десятых. Куба. Лака мебельного. Ну. Конечно. С лаком. Я. Может. Переборщил. Ну. Добокс. Покупать. Меня. Его. Никто. Не заставит. Так. И. Второй. Формируем. Действия. Сформировать. Этапы. Приспечирование. Этапов. Открываем. Используется только зеленая краска. В правильном количестве. Лак. Сюда. Не включен. Ну. Собственно. Говоря. И подразумевает. Что. Он не нужен. Г! Механизм. Задание. Вам. Говоря. овариантные. Ресурсные спецификации. Так. Вот по поводу этого момента, какие вопросы у вас есть. Так, ну, судя по времени, у нас в любом случае будет вторая часть, потому что оставшуюся программу я вам точно не покажу. Значит, давайте еще раз разберем создание формулы. Значит, показываю вам номенклатура. Так, нет, не то, пардон, номенклатура. Значит, вот у нас мебель с характеристиками. Изначально я, как вам показывал, задал характеристики с размерностью число. Длина, ширина, высота. Когда мы создаем номенклатурную позицию, мы обязательно с вами вот эти вот длину, ширину, высоту мы с вами создаем. Видите, да? Дальше, когда мы начинаем работать с ресурсной спецификацией, мы указываем, что количество вот этой доски мы задаем не напрямую, вот как обычно мы сюда это пишем. Мы создаем формулу. Мы указываем, что будет идти расчет по формуле. И указываем порядок расчета. Значит, еще раз. Вот это вот рабочее место, оно устроено каким образом? Здесь у нас операнды. То есть, те параметры формулы, которые мы можем использовать. Это что может быть? Это может быть количество, но оно как бы всегда доступно. И какие-то значения, которые заданы вот этими дополнительными реквизитами. У нас есть три числа. И эти три числа мы просто кликом можем перенести вниз. Нижнее окошко, это итоговая формула. А дальше мы задаем действия. Вот правое верхнее окошко, это как раз те действия, которые мы можем выполнить с теми параметрами, которые вы видите слева. Мы пока используем только вот операторы. Стандартные четыре действия. Плюс, минус, умножить, разделить. Ну и мы здесь просто задали два умножения. Длину на ширину на высоту. Ну, формула, да, пролепипеда. Так, а это я объем посчитал. Неправильно посчитал. Виноват. Значит, естественно, тут надо сделать вот так. Значит, длину на ширину. Так. Длину на высоту и ширину на высоту. Да, ошибка в математике у меня. Так, здесь мы ставим плюс. Здесь мы ставим плюс. Вот. И это все нам надо умножить на два. Перевод в страте ни на что не влияет. То есть, равно как и дополнительные пробелы. При отработке формулы это игнорируется. Поэтому иногда удобно в несколько строк эту формулу выстраивать, чтобы она была более читаемой. Проверяем. Все правильно. Ну вот. Пожалуйста. Значит, Анастасия, по номенклатуре, как лучше создавать с характеристиками или с реквизитами? А как хотите. Вы поймите, использование реквизитов или использование чистох, или использование характеристик, ну, это уже вопрос правильного построения номенклатурного справочника. Значит, вообще я хочу вам сказать, что вот такой чисто методологический момент рекомендуется с характеристиками не увлекаться. То есть, характеристика это ситуация, когда действительно речь идет о большом количестве разновидностей. Классический пример это обувь и размерный ряд. Вот размерный ряд убирают в характеристике. Вот. Во всех других случаях, когда вам надо как-то там близкую номенклатуру отличить от другой, одно от другой, ну, значит, скорее надо там серии использовать. Вот. Но характеристика поддерживается, то есть, это легальный механизм, вы можете характеристику использовать. Как использовать в формуле цвет, используя введенные характеристики? Ну, я понял вопрос. Значит, вот вторую серию, там Ирина подскажет, когда мы ее сможем сделать. Значит, вот с этого и начнем. Я вам покажу альтернативное решение, вот тому, которое сегодня показывал. И там, соответственно, будет автовыбор. Кроме того, значит, на следующем занятии еще два момента, которые мы с вами должны будем проработать на следующем вебинаре. Значит, давайте я вам покажу. В принципе, вот базу я сегодня сделал. Значит, мы с вами разбирали только самые простейшие действия, самые простые функции, которые существуют вот в этом рабочем месте. На самом деле, там функций очень много. Значит, минимум, максимум, там степень квадратный корень, округление, тригонометрия, действия со строками, действия с датами. Вот. Ну, и дополнительное там ветвление, выбор по условию, выбор по порогу. Вот в следующий раз мы с вами эти примеры и поразбираем, как вычисления будут работать в этом случае. Кстати, подчеркну, что вот в последних обновлениях, в последних версиях ERP количество функций было расширено. Собственно говоря, именно поэтому мы и решили, значит, вот этот вот вебинар как бы обновить. Если по материалу одна номенклатурная позиция с красками. Да, да, да. Вот в этом случае мы можем это все запустить в характеристику с реквизитами и задать выбор правильной характеристики через параметры. Значит, ключевым здесь будет, что должен использоваться один и тот же реквизит и в характеристике продукции, и в характеристике материала. Вот в следующий раз, да, первый пример. Мы с вами разберем, как делать вот такую вот вещь. Сейчас мы просто по времени уже не укладываемся. Значит, следующий вебинар мы начнем с этого примера. И еще один момент, значит, хочу подчеркнуть. Если кто-то собирается экзамен сдавать по производству, там вот этот вот функционал, о котором я рассказал сейчас и о котором расскажу в следующий раз, он в задачах используется. Поэтому, ну, это надо уметь делать. Так, ну, если вопросов нету, наверное, на этом моменте мы с вами завершимся. Значит, спасибо за участие. Следите. Я думаю, что в следующем месяце мы вебинар, вторую серию сможем провести. Спасибо.